так мужики короче такая хреновина вот это вот я сегодня купил 100 гривен отдал она тоненькая конечно так это пойдет для топлива этот юмзовская это уже помощней в чем прикол зачем я купил вот эту меня видите тут на юмзовской нету еще по крайней мере одной дырочки или двух получается так что я выставляю момент впрыска только начинает идти подача топлива и мне надо закручивать болтики она как раз совпадает где-то примерно вот здесь здесь нету дырдочек и меня получается слишком поздно я ставлю и чтоб потом не мучаться то мало ли у нас то локдауна то еще что-нибудь введут купил на всякий случай вот этот 100 гривен думаем блин пусть будет тем более вдруг на им закона будет на второй мотор что-то или еще что-нибудь но решил короче сделать так сейчас единственное посмотрим вообще совпадает ли он ой совпадает ли он а потому что сама пол понимаете в чем дело туго но что-то совпадает вроде туговато заходит но прикрутиться и сишу так сейчас будем выставлять зажигание здесь ставим на третью точку посередине оставлю сначала выставляем в т.м. верхняя мертвая . потом идем сюда вот этот страшное место не знаю наверное на нем на том предприятии где он был ни разу никогда не этот самый проверяем клапана не зажаты все значит он идет на сжатие у нас цилиндр как вот эту хрень теперь вымыть всю с двигателя я не знаю на менять срочно масло на нем в общем лезть фильтра потому что полный капец так как он у меня только появился до этого он работал в организации и блин ну я уверен что там никто ничего не делал ему потому что выезжал он принципе крайне редко за эти 30 лет хрен его знает может он на родном еще масле блин катается так смотрим там как это делаю принципе я потом откручиваю первый цилиндр и дуть некоторые говорят надо дуть а я делаю так и оттуда капелька убирается и пустой получается не этот и ключиком прокручу медленно и только начинают выходить топливо и контрагаю ну сейчас примерно покажу как это я делаю может что-то и делаю неправильно я не умничаю там это зажигание или момент впрыски хрен его знает я знаю одно что на юмзаку вроде как так прокатило посмотрим что будет здесь насмотрелся это разных видео умных сильно вот одни рассказывают одно другие рассказывают другое ну а мы будем делать по-своему я умничать не буду так а блин сейчас же надо устранить подсос воздуха вот здесь фильтра купил же я еще и фильтр тоже купил но фильтр попозже туда полезу я хочу его пока тепло на улице пыхнуть до морозов сделать чтобы он работал а тогда уже полезным фильтром вот купил такие вот резиночки сейчас надо тут колби вот и поменять потому что льется отсюда соляра и тянет он сильно короче воздушится невозможно его блин прокачать нормально как-то так сейчас поменяю резинку потом включу оставил эту шайбу неудобно снимать одной рукой и крутить это я делаю так как только тут первом цилиндре капелька пошла как только начала подниматься вверх все хорош и закручу когда вот этот вот шайбу эту планшайбу или как она называется ну тоже тут я хотел на вот эти отверстия одно совпадает а второе вот этот не хотите совпадать но вроде там чуть-чуть один миллиметр скосил на эти два попал мы не знаю попробуем посмотрим шонах запустится не запустится потому что завоздушенный он или нет не знаю тут дело в том что на этих насосах нет развоздушки невозможно его развоздушить но я смотрю там прокручивал раза три-четыре с воздушном конечно идет сейчас посмотрим попробуем погурчать заведется или не заведется не знаю еще не ставил воздушник надо все тут промыть все помыть попробуем хотя бы шум буркнул он все чтобы мы поняли что он работает что он запускается и тогда уже будем дальше все делать ну чё мужики как можно видеть коптим уже приборы в норме тут такая вот шланга у нас торчит упак сейчас выкинем что-то не течет пока переделаем потом расскажу что за шланга это так по камень для эксперимента запустили потом все тут будет под плянчик все как положено вроде бы азовым не знаю зажиганием угадал нет вроде работает но такой синий черный дымок идет а там конечно как ни крути на этой топливной нарядной хоть она и гамняная но шурует капитально сейчас отгоню его в стойло потом засниму вам затопливаю полностью свои впечатления и все остальное ну вроде вот приемистый такой вот прет конечно с этой куклой или как он там кулачковым не сравнить шурует резво но на том помягче на той топливной был помягче немного но зато прет как танк так как то на прием было не очень сейчас на задний двор отгоним и уже темнеет наверное завтра вам поснимаю